На библейский портал Экзегет поступил вопрос, как нужно вести себя в течение дня после причащения. Давайте порассуждаем на эту тему. Есть разные варианты, и мы знаем из нашего святоотеческого учения, что заповедь у нас есть, да, день посвятить Господу Богу, один раз хотя бы в неделю. Для нас это, как правило, воскресный день, хотя это может быть и любой другой день, скажем, для тех, кто в воскресенье работает, они могут в храм сходить и в любой другой день, и этот день, свой выходной посвятить Господу Богу. Так вот, как же его посвятить? Что надо делать? Мы знаем, что надо делать добрые дела, что не надо работать на себя, на деньги в этот день, да? А вот всё-таки что лучше всего? И вот здесь самое хорошее – богомыслие. Почитать священное писание хорошо, если вы его накануне начитались, как говорится, да, духовную литературу, святых отцов, просто поразмышляли. Поблагодарить Бога прежде всего надо. Вот в этот день надо Бога всё время благодарить за то, что вот Он в этом великом таинстве причастия лечит нашу грешную душу. А ведь в результате этого лечения мы потом реже грешим, не такими большими грехами, как раньше. Поэтому день этот посвятить Богу – это значит дать Богу в нашей душе, в нашем теле подействовать и ничего не делать того, чтобы могло помешать этому. Поэтому надо пребывать в этот день в Боге через богомыслие, через чтение духовной литературы, через чтение священного писания, священного предания. Вот, пожалуй, главное, что я хотел сказать о том, как лучше всего провести день, в который вы причастились. Спасибо. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok